МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники информационно-пропагандистской группы во главе с председателем горосполкома Юрием Громаковским встретились с работниками предприятия Торгмаш. На аппаратном совещании горосполкома наградили победителей смотра конкурса на лучшее новогоднее оформление. Праздник Дню спасателя традиционно собрал вместе работников Барановичского ГРОЧС. Преподаватель Барановичского колледжа сферы обслуживания Ирина Вощилкова достойна премии спецфонда президента. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Благотворительное мероприятие прошло в Барановичском социально-педагогическом центре. В выставочном зале Барановичского краеведческого музея начала свою работу новая экспозиция под названием «Гигантские насекомые». Здравствуйте, уважаемые телезрители, на телеканале «Интекс» итоговая информационная программа «Семь дней Барановича». Участники информационно-пропагандистской группы во главе с председателем городского исполнительного комитета Юрием Громаковским встретились с работниками предприятия «Туркмаш». В ходе встречи каждый смог задать волнующие вопросы гостям. Чем живет наш город сегодня, какие проблемы волнуют барановичам? На эти и ряд других вопросов участники информационно-пропагандистской группы во главе с мэром Юрием Громаковским ответили во время встречи с коллективом предприятия «Туркмаш». Встречу открыла Татьяна Вашко, начальник управления по труду занятости и социальной защите горосполкома. В первую очередь присутствующим она рассказала, сколько горожан сидит без работы и какие вакансии предлагают наниматели. Так, в последнее время наблюдается тенденция снижения числа безработных. Количество вакансий растет. На 1 января текущего года в банке данных числилось 1749 предложений, две трети из которых относятся к рабочим профессиям. Основные проблемы на рынке труда в городе Барановичу в первую очередь связаны с дефицитом рабочей силы и в первую очередь именно высококвалифицированной. Что касается, значит, в разрезе предлагаемых заработных плат, я хочу отметить, что более трети предлагаемых вакансий, это уровень заработной платы, предлагался 600 рублей и выше. 5% это практически, значит, уровень предлагаемой заработной платы более 1000 рублей. Значит, основными востребованными профессиями в городе на сегодняшний день были это продавец, это сборщик кубного производства, это практически все специальности строительной отрасли, это медперсонал, швеи очень востребованы на рынке труда и водители автомобилей. Диалог продолжила Елена Соловей, председатель Барановичского городского объединения профсоюзов. Она разъяснила права и обязанности члена профсоюза. Во-первых, наш международный университет МЦО, где каждый выпускник может получить высшее образование и может получить другую квалификацию или переучиться. Наше унитарное предприятие – это издательский дом «Провпресс». Вся литература, которая входит к федерации профсоюзов, издается именно там. Санаторно-курортное предприятие «Белпрофсоюз-курорт», который включает в себя 13 санаторий, находящихся на территории Республики Беларусь, и каждый из этих санаторий член профсоюза может посетить с 25-процентной скидкой. Причем, можете не только вы, но и ваши дети, имея справочку о том, что он является обучающимся либо воспитанником ваших учреждений. Во время встречи акцент был сделан на строительство жилья. Барановичи строятся активно, и этот процесс у нас не прекращается. Сегодня на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 15 130 человек. И за последние пять лет очередь уменьшилась на 5 тысяч. Так, если в 2018 году в городе было построено 87 тысяч квадратов жилья, то в 2019 уже 90 тысяч. В планах на 2020 – 100 тысяч квадратных метров жилья. В целом, в городе в текущем году планируется возвести две новостройки на улице Чурилина, три дома на профессиональной, еще два на БДК, а строительство трех начнется в районе улиц Свердлова-Войково. Еще по одному дому появится на Свердлово. Это будет первая в Барановичах 16-этажка. Домейка и Нарепина. Не обошел Юрий Громаковский вопрос о модернизации уличного освещения, благоустройстве уличной дорожной сети, строительство новой школы в Боровках и станции скорой помощи. В этом году мы завершаем строительство станции скорой неотложной медицинской помощи. Знаете многие, что она старая находилась на улице Выбышева. Это помещение постройки начала 50-х годов. И, безусловно, уже этот вопрос назревал давно. Поэтому вот в этом году выделили из областного бюджета средства на окончание строительства станции скорой неотложной медицинской помощи. В любом случае, вы знаете, разместилась она в районе Зеленкоза. Что касается строительства новой школы в Боровках, то планируется сделать ее не только объектом среднего образования, но и досуговым центром для жителей микрорайона. Встречу продолжил прием по личным вопросам. Вопросы ремонта дорог и тротуаров стали основной темой. Кроме того, работники предприятия просили обратить внимание на ситуацию у рынка Алексеевский. В частности, в выходные дни, когда образуются значительные пробки. Мэр города ответил, что такая проблема существует. Сейчас она решается. Рассматриваются варианты устройства улицы Дублера, которая смогла бы взять на себя часть транспорта. На аппаратном совещании горисполкома наградили победителей смотра конкурса на лучшее новогоднее оформление. Отличившиеся предприятия и организации были отмечены грамотами и денежными вознаграждениями. Ни для кого не секрет, что в создании хорошего настроения праздничные иллюминации играют роль первой скрипки. В горисполкоме прошло награждение победителей городского конкурса на лучшее оформление зданий и прилегающих к ним территорий к новогодним праздникам. В этом году организации предприятий действительно удивляли горожан. При подведении итогов творческого состязания члены жюри учитывали уникальность идеи праздничного оформления, использование нестандартных технических решений, а также качество выполненных работ. По заключению судейской коллегии первое место разделили автобусный парк, барановические тепловые сети и барановические электрические сети. Два последних – филиалы РУ, Брест, Энерго. Второе разделили водоканалы и филиал барановического комбината железобетонных конструкций УАО «Кричевцы» и Метнашифер. Тройку лидеров замкнули детская хореографическая школа искусств и средняя школа номер 10. В этом году, конечно же, над украшением, над идеей самой работали и учащиеся, и педагоги, и технический персонал, и администрация. Дети, конечно, больше украшали внутри помещения, на улице, конечно, больше взрослые работали, но у нас уже есть идеи на будущий год, что у нас будет на нашем катке. Это будет совершенно другая идея. Будем работать все вместе и попытаемся победить автопарк. Дипломы и денежные вознаграждения победителям конкурса вручил председатель горисполкома Юрий Громаковский. Некоторые достойно очень украсили свои предвигающие территории, но почему-то не заявили о своем участии в конкурсе. Поэтому в этом плане нам надо, в плане разъяснительной работы и идеологической, разъяснять, рассказывать об этом. Но, тем не менее, я хочу сказать, что очень много новых участников появилось. Очень достойно украсили и ГАП-4, начали украшать прилегающие территории своих, цех Березовского мясоконсервного комбината, ряд и ряд других. Поэтому вот это обязательно надо отметить. Всем вам огромное спасибо за то, что вы делаете вместе со своими коллективами. В рамках аппаратного совещания Юрий Громаковский за многолетний добросовестный труд в государственных органах в Городском совете Белорусского общественного объединения ветеранов активную гражданскую позицию в связи с 80-летием со дня рождения вручил грамоту горисполкома Анатолию Перепелкину. Трудовой стаж Анатолия Сергеевича составляет 57 лет. Заслуженную награду также мэр города вручил руководителю филиала Рубрестэнерго Барановские электрические сети Константину Киселеву, который всю трудовую жизнь успешно работает на этом предприятии на благо родного города. Праздник Дню Спасателя традиционно собрал вместе работников Барановичского ГРОЧС. Торжественное мероприятие прошло на базе Барановичской детской музыкальной школы искусств. На базе Барановичской детской музыкальной школы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Спасателя, на котором прозвучали поздравительные слова в адрес тех, кто ежедневно рискует жизнью, защищая население и территории Барановичского региона от происшествий и чрезвычайных ситуаций. Разделить праздничное настроение пришли нынешние работники, ветераны ГУРА и отдела по ЧАЭС и представители других служб и организаций. По традиции в честь праздника наградили лучших в своей профессии. Грамоты, благодарности, медали и воинские звания получили порядка 25 человек. Приятно читать сегодня в прессе, когда вот просто маленький такой факт, на улице Парковой достали из гандалиционного колодца этого щенка. Вроде бы кажется, и не наша задача, но какой хороший отзыв у населения. И действительно, это наши службы повышают. Очень многое сделано для развития материально-технической базы. Высокие у нас показатели в области, но вообще один самый крупный гарнизон в Брестской области. Поэтому давайте мы заслуги наших ветеранов приумножать. Все, что сделано, естественно, поддерживать в надлежащем виде. Ну и чтобы каждый из нас старался выполнять свои обязанности честно. Спасатель – это не только профессия. Это призвание и образ жизни. В ряды огнеборцев идут те, кто готов рисковать собой во имя спасения чужой жизни. МЧС Беларуси сегодня помогает не только своим соотечественникам, но может выехать практически в любую точку мира, если это понадобится. 2019 год был непростой. Хотя, впрочем, как и предыдущие годы, мы по-прежнему предупреждая чрезвычайные ситуации, устраняли последствия уже возникших, ликвидировали аварии и решали множество других задач. Кстати, в 2019 году чрезвычайные ситуации природных техногенных характеров не зарегистрировано. Что, скажем так, дал нам возможность решать более другие задачи и заниматься больше, скажем так, тренировками. На территории города Барановича 19 раз были зафиксированы факты отключения электроснабжения, 6 раз – системы водоснабжения. На территории районов факты отключения электроснабжения были зафиксированы 12 раз. Было потушено за год 90 пожаров, к сожалению, на которых погибло 5 человек. Музыкальная композиция и танцевальные номера виновникам торжества и гостям подарили артисты сферы культуры города. Преподаватель Барановичского колледжа сферы обслуживания Ирина Ващилкова достойна премии спецфонда президента. На протяжении ряда лет учащиеся Ирина Ивановна успешно реализуют свои профессиональные знания и умения на ежегодных республиканских и международных конкурсах профессионального мастерства. Премии специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, педагогических и научных работников удостоена преподаватель Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания Ирина Ващилко. В учебном заведении женщина трудится с 2008 года. За это время она зарекомендовала себя грамотным исполнительным специалистом. Учащаяся Ирина Ивановна реализует свои профессиональные навыки и умения на ежегодных конкурсах профессионального мастерства, демонстрируя при этом хорошие результаты. Она неоднократно награждалась грамотами Министерства образования Республики Беларусь и Главного управления по образованию Брестского облсполкома. С 2009 года учащийся колледжа, подготовленный преподавателем, принимает активное участие в республиканских и международных конкурсах «Роза ветров», «Мастер стиля», «Невские берега», «Нинский вернисаж», «Золотой подснежник», «Волтскилз». Она ответственно подходит к выполнению своих должностных обязанностей. Ирина Ващилко пользуется уважением не только среди коллег, но и среди учащихся, которые ценят и уважают ее. Ребята не перестают благодарить женщину за те знания, которыми она щедро делится с ними. Ирина Ивановна уже второй год курирует нашу группу. И я хочу отметить, что она много внимания уделяет воспитательной работе. Поэтому наша группа занимает лидирующие позиции в учебе, посещаемости, дисциплине, общественной жизни колледжа. С Ириной Ивановной мы являемся постоянными участниками волонтерских акций, мастер-классов по парикмахерскому искусству и профориентационных мероприятий, где демонстрируем высокий профессионализм. О своей победе Ирина Ивановна отзывается скромно. Эту высокую награду женщина разделяет со всем преподавательским составом и учащимися. Каждый свой образ я почему-то проживаю во сне. Он ко мне приходит, и я потом заставляю их отрабатывать своих учащихся. Для них это тяжелый период, потому что они отрабатывают их ежедневно по несколько часов, и это все проходит в неурочное время. Но когда они получают победы, блеск в глазах, слезы – это просто замечательно. К слову, в учебном заведении трудится много достойных преподавателей. Так, Барановичский колледж сферы обслуживания стал лучшим учреждением профобразования по Брестской области. Колледж занимает лидирующую позицию уже в седьмой раз. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом. Как говорится в заявлении организации, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты. В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов. Позднее было установлено, что вирус передается от человека к человеку. Новый коронавирус представляет собой новый штамп, который ранее встречался только у животных, подковоносных летучих мышей, но не регистрировался у людей. Основные признаки инфекции включают лихорадку, общую слабость и недомогание, кашель, одышку, затрудненное дыхание. Однако следует отметить, что заболевание может протекать также бессимптомно или в легкой форме, но примерно в 20% случаев инфекция протекает в тяжелой форме и тогда может вызывать такие осложнения, как пневмония, тяжелый острый респираторный синдром, почечная недостаточность и, как следствие, смерть. Распространение пневмонии, вызванной коронавирусом, превысило масштабы эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 годов. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуации международного значения. Возполагают, что вирус возможно остановить. Для этого, по мнению экспертов, странам необходимо принять меры по распознаванию болезни на ранней стадии и изолировать заболевших. Также эксперты посоветовали государствам бороться с недостоверной информацией, связанной с распространением заболевания. По данным, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения, на 30 января текущего года в мире зарегистрировано 7 818 подтвержденных случаев данного заболевания. Из них 7 736 случаев на территории Китайской Народной Республики, большинство из которых зарегистрировано в провинции Хубэй с эпицентром вспышки в городе Ухань. 82 случая зарегистрированы в 18 странах за пределами Китайской Народной Республики. Все случаи, выявленные за пределами КНР, были зарегистрированы у лиц, вернувшихся из Китая, преимущественно из провинции Хубэй. В настоящий момент среди заболевших 1370 человек находятся в тяжелом состоянии. Число летальных исходов составляет 170 случаев. Число людей, подозреваемых на заболевание, составляет 12 167 человек. Следует отметить, что из новых летальных случаев большинство приходится налить сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной эндокринной систем, иммунодефицитами и другими патологическими состояниями. В настоящий момент специфическое лечение и вакцина для предупреждения данной инфекции отсутствуют. Лечение проводится симптоматически. Основной упор делается на профилактику заражения. Белорусским туристам рекомендовано воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической обстановки. В случае, если все-таки вы окажетесь в неблагополучном регионе, необходимо соблюдать меры предосторожности, которые включают. Избегание контактов с людьми с признаками респираторной инфекции, а также мест массового скопления людей. Использование средств защиты органов дыхания. В данном случае лучше использовать респираторы. Соблюдать респираторный этикет при чихании и кашле. Не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, а также места, где осуществляется торговля животными, морепродуктами и птицей. Соблюдать гигиену рук. В целом, эпидемиологическая ситуация в Беларуси стабильная. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В настоящее время, при условии соблюдения мер профилактики и невыезда в страны неблагополучные по данной инфекции, у белорусов нет причин для беспокойства. Благотворительное мероприятие прошло в Барановичском социально-педагогическом центре. Подробнее в следующем материале выпуска. Благотворительное мероприятие. Постоянные организаторы таких акций – волонтеры Барановичской организации Белорусского общества Красного Креста, представители различных учреждений и предприятий. На протяжении ряда лет они посещают своих подопечных для игр, танцев, общения, оказывают помощь. Вот и сегодня прошло очередное представление для ребят. Порядка двух десятков детей с удовольствием хлопали в ладоши, принимали активное участие во всех номерах концертной программы. Более десяти лет мы занимаемся организацией проведением благотворительных праздников для деток, которые находятся в социально опасном положении, для деток-инвалидов, для людей с ограниченными возможностями. Мы сотрудничаем с предпринимателями нашего города, с предприятиями, с организациями и с волонтерами. Хочу выразить большую благодарность творческим коллективам города Барановичи, которые помогают нам в проведении данных мероприятий. И, пользуясь случаем, хочу призвать и призывать горожан помогать ребятам, которые действительно в этом нуждаются. Встреча была очень теплой и душевной. Развлекательная программа приятно удивила разнообразием номеров. И здесь и танцы, и конкурсы, и игры. Проведение благотворительной акции дает возможность всем воспитанникам детских социальных учреждений почувствовать милосердие и любовь, тепло и заботу взрослых и сверстников. И самим задуматься о том, что такое добро, и попробовать совершать его на деле. Мы организовываем такие мероприятия в приют по мере возможностей. Раза три в год, это Новый год, День защиты детей, ну и там, ну как бывает, получается. Вот, спасибо, конечно, всем, кто принимает участие, это Татьяне Калинниковой, Ольга Лобожевич, Татьяне Столяр, семьям Закревских. Потому что, конечно, без вашей помощи ничего бы не получилось. И хочется, наверное, сказать, чтобы было больше людей, ну, готовых, чтобы помогали деткам. Ведь чужих детей не бывает. Давайте будем чуть-чуть в добре. В выставочном зале Барановичского краеведческого музея начала свою работу новая экспозиция под названием «Гигантские насекомые». Выставка состоит из макетов гигантских доисторических насекомых, которые обитали на нашей планете еще до появления динозавров. С 29 января в выставочном зале Барановичского краеведческого музея работает новая выставка под названием «Гигантские насекомые». На этой экспозиции посетителям представится возможность совершить путешествие в доисторический мир и познакомиться с его обитателями, которые жили на нашей планете еще до появления динозавров. К сведению, все фигуры изготовлены в натуральную величину. Посетители выставки смогут окунуться и совершить путешествие на много миллионов лет назад в истории развития нашей планеты и познакомиться с гигантскими насекомыми, как, к примеру, антропевра, которая населяла нашу планету 300 миллионов лет назад. Длина ее скелета составляла 2,5 метра. А также сравнить размеры гигантского муравья, морского скорпиона рака и жирафа долгоносика. Экспозицию нашей выставки дополняет энтомологическая коллекция насекомых, которые проживают сейчас на нашей планете в разных ее широтах. Вы увидите удивительных и разнообразных жуков и бабочек. Выставка «Гигантские насекомые» приехала к нам из Березы. Привезли экспонаты Татьяна и Владимир Найбич. Именно мужчина, художник-скульптор, сделал макеты громадных доисторических насекомых. Материалом для работ послужили пластики и арматура. К сведению, его работы уже хорошо знакомы жителям нашего города. Выставки «Подводное царство» и «Планета динозавров» – его творения. Благодаря совместной и слаженной работе семью Найбичей знают по всей Беларуси. Мы в частной беседе у Владимира спросили, как много времени необходимо на создание одного такого экспоната. По его признанию, очень долго вынашивает сам макет и сам образ будущего экспоната. Затем делает металлический каркас, заполняет его монтажной пеной, обтягивает специальной тканью и только после этого приступает к ее художественному воплощению. Такой труд требует нескольких месяцев кропотливого создания. В настоящее время у Татьяны и Владимира пять действующих выставок. Посетить экспозицию «Гигантские насекомые» можно по 8 марта в выставочном зале Барановичского краеведческого музея. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин